Елена Бурмистрова, Подземка. В передовое комсомольско-молодёжное звено проходчиков, работающих на строительстве мысовых тоннелей Байкала-Амурской магистрали, приходит работать новенькая маркшейдерская рабочая по имени Лера, дочка начальника участка. Каждую смену под землёй она познаёт не только тонкости профессии, но и становится свидетельницей странных, трагических и мистических случаев, связанных с работой в Подземке. Выяснение обстоятельств, приведших к исчезновению двух молодых людей на Байкале, становится отправной точкой для начала романтических отношений между Лерой и одним из проходчиков её звена. Но всё оборачивается совсем не так гладко, как на первый взгляд кажется девушке. Елена Бурмистрова, Подземка Весна приходит в Бурятию поздно, но эффектно. В начале мая расцветает богульник, он покрывает розовой дымкой байкальские сопки и наполняет воздух пьянящим ароматом. Но даже эти обстоятельства не спасали Леру от печальных мыслей. Девушка сидела на берегу Байкала и ждала, когда закончится пересменка, чтобы сесть в автобус и отправиться домой. Чистая и прозрачная вода озера показывала Лере волшебные картинки, как в калейдоскопе. Вот вода превратилась в кристаллы аквамарина. Через несколько минут это уже небесная лазурь, а вот и настоящий изумруд. Но опознать всё волшебство Байкала можно было только зимой, когда лёд захватывает озеро в плен. На Леру нахлынули воспоминания. Стройка века для неё была почти закончена. Бам! Это была не просто комсомольская стройка. Это был самый грандиозный интернациональный проект. Сюда ехали люди со всего Союза. Причины были разные. Кто-то ехал за длинным рублём, кто-то за карьерой, кто-то мечтал найти тут свою любовь, а кто-то и за машиной. Но были и безнадёжные романтики. Кто приехал на берега Байкала за туманом и за запахом тайги. Люди вокруг были замечательные. Все жили дружно, большими компаниями отмечали праздники, собираясь за одним столом, по первому зову помогали друг другу. Строителям-комсомольцам были чужды межнациональная вражда и конфликты. Никто и ничего не делал за деньги. Не закрывали свои дома на ключ. Если и вешали замки, то с целью показать, что хозяев нет дома. Жилищные условия у всех были разные, но никто не сетовал и не хвастался приобретённым имуществом. Ковры стелились на пол, скорее всего, чтобы не мёрзли ноги. А хорошая одежда висела в самодельных шкафах до особых случаев, которых было так мало. Свой дом Лера любила. Ей всегда хотелось жить в лесу. И когда они всей семьёй переехали в Заречный, Лера была вне себя от счастья, увидев, что их жилище стоит в сказочном месте. Она любила открывать окно и вдыхать запах тайги. Рассматривать, что происходило вокруг, и восхищаться звуками, доносящимися из разных уголков леса. На небе сгущались тучи. Байкал сразу потерял свою привлекательность и красоту. Картинки из калейдоскопа куда-то исчезли, и поверхность озера стала серой. Казалось, что с минуты на минуту из воды появится какое-то чудовище. В этот момент Лера подумала, что не нужно ехать в Шотландию, чтобы там днями и ночами сидеть у озера Лохнесса и ждать появления монстра. Байкал ей теперь казался ещё более подходящим местом для сверхъестественных вещей. Девять месяцев назад. Каждый день июля радовал комфортной температурой, освежая воздух лёгким бризом с Байкала. И Лера наслаждалась летним отдыхом. Она сидела на веранде с книгой в руках, сюжет которой напомнил ей вдруг о том, что её институтская жизнь закончилась, так и не успев как следует начаться. Когда все её трудности первого учебного года были уже позади, она вдруг получила неожиданную и запоздалую свободу. Это случилось месяц назад, в разгар летней сессии, когда родители совершенно случайно попали к ней в общежитие. Если бы они приехали, например, в среду, то, вероятно, Лера бы и осталась получать диплом вагона строителя, но они приехали в пятницу. Каждую пятницу в общежитии отмечался День студента. Едва ночь сдала свои права, мама уже собирала Лерин чемодан со словами «Ты здесь больше не учишься». Так факультет вагона и вагонное хозяйство навсегда потеряла одну из своих студенток. Хотя Лера и жила уже несколько лет в Севербайкальске, строительство Байкала-Амурской магистрали было от неё так же далеко, как когда-то строительство Калмыкской ГЭС, где её родители работали ранее. Подруга Леры устроилась на бетонный завод, о котором Лера тоже имела смутное представление и рассказывала ей все прелести взрослой жизни. «Не захотела учиться в институте, пойдёшь к отцу работать», объявила мама как-то за ужином. «Я не захотела. Мне кажется, что это вы меня среди учебного года забрали оттуда, нет?» парировала Лера. «Ты нас сама об этом просила», удивлённо сказала мама. «Мама, когда это было?» «Лера, не спорь с мамой», сказал отец. «Хорошо, я с удовольствием пойду работать, а почему к отцу? Может, есть другой участок?» «Что тебя не устраивает в отцовском участке?» удивилась мама. «Будешь под присмотром?» В тот момент Лера никак не могла сказать, что именно это её и не устраивало. Отец работал в тоннельном отряде номер 16 Узбамтоннельстрой, начальником третьего участка. Отряд строил мысовые тоннели. Эти таинственные чёрные дыры проходили вдоль озера Байкал и предназначались для прохода поездов сквозь Байкальский хребет. Всего на этом участке дороги между Нижнеангарском и Севербайкальском было четыре тоннеля. В самом начале строительства они получили название «Ключи от БАМа». Лера планировала отправиться на работу на четвёртый участок. Она приблизительно представляла, что начнётся на третьем, когда папа приведёт свою нерадивую дочь, бросившую грызть гранит науки, в грязный тоннель. Ещё она знала, что коллектив в подземке на 90% состоял из мужчин, и это её тоже смущало. Все подразделения зачисляли в свой штат преимущественно профессионалов, но сюда стекалась молодёжь со всей огромной страны. Так что брали и новичков с условием, что они должны теоретически и практически освоить горную технику. Первый день на новой работе, да и на работе вообще, был труден, но интересен. Сначала она приехала на перевалочный пункт, душкомбинат, чтобы переодеться в специальную одежду. Сюда съезжались все автобусы с рабочими в пересменку. Лера долго смотрела на огромные резиновые сапоги и мешковатую телогрейку, которые ей там выдали, и пыталась себя в это впихнуть. «Что, первый раз, что ли?» Услышала она чей-то резкий голос. Девушка обернулась и увидела женщину средних лет, выходящую из душа, в чём мать родила. Лера резко отвела глаза и начала быстро одеваться. «Да, в первый», — пробурчала она. «Ох, кем устроили-то?» «Не поняла», — ответила Лера. «Работать кем будешь? На бетонной?» «Нет, маркшейдерская рабочая». «А, рейку носить. Поздравляю, подземка, значит». «Повезло, а я вот свою племянницу никак в подземку не могу устроить. Бросила институт, а я тут с ней вожусь. К себе вот взяла на забот, а ей не нравится». «В чём повезло?» — грустно спросила женщину Лера, когда тема разговора напомнила и о её личных проблемах. «Вот когда выйдешь на пенсию в 45, тогда меня и вспомнишь. Только стаж обязательно нужно выработать, иначе не видать пенсии». Цифра 45 и тема пенсии были от молодой девушки тогда так далеки, что она рассмеялась. «Хорошо, я попробую», — сказала Лера, твёрдо решив, что и недели не выдержит. «Бог с ней с пенсией». «А ты не смейся, вспомнишь меня, точно говорю. Только проходчиков опасайся, эти злые дни приставать сразу начнут». «А кто такие проходчики?» — спросила Лера. «Вот сейчас и узнаешь. С Богом, деточка». «Кто такие проходчики?» — она узнала через два часа. «А вот кто такие маркшейдера чуть раньше?» Автобус высадил рабочих на третьем участке. Лера вышла и огляделась. Первое, что она увидела, — это чёрную дыру тоннеля. Дыра напомнила Лере о её детских страхах. Тёмных помещений она боялась до ужаса. Тоннель приютился у самого хребта и краем своего чёрного глаза смотрел на величественный Байкал. «Как в сказке», — подумала Лера. Только она ещё не поняла, в какой именно. На участке располагались несколько вагончиков, и одно небольшое деревянное здание. На улице с топками лежал разный стройматериал. Люди суетливо бегали по поверхности. Это была пересменка, то время, когда одна смена от работы собиралась домой, а её меняла другая. Отец довёл дочь до вагончика, окрашенного в зелёный цвет, открыл дверь и пропустил Леру вперёд. В помещении было четыре человека. Все они бросили свои дела и пристально посмотрели на начальника участка и его дочку. Повисла минутная пауза. «Вот, Максим, моя дочь. Прошу любить и жаловать. Что делать, я надеюсь, вы ей сами объясните. Мне некогда», — сказал отец, и пуля выскочила из вагона. «Как зовут?» — спросил тот, кого отец назвал Максимом. «Лера?» «Значит так, Лера, я тут главный. Работаю только в дневную смену. Ты будешь работать с Толиком. Он сейчас придёт, вы познакомитесь. Выходите в смену по двое. Марк Шейдер и Марк Рабочая. Твоя обязанность — делать то, что говорит сменой. Понятно? С завтрашнего дня у нас перестановка. Ты идёшь в третью смену. Это с 18.00. Отправляю тебя в самое прогрессивное звено. Комсомольско-молодёжное. Ребята там отличные. Автобус отъезжает от столовой в Заречном. Но отец тебе всё это ещё расскажет. Вот это Ольга, Марк Рабочая и её Марк Шейдер Николай». Лера посмотрела на красивую молодую женщину, которая приятно ей улыбалась и подмигивала. «Всё будет хорошо», — сказала Ольга. «В обиду себя не давай. Толик у нас нудный товарищ и принципиальный. Даже слишком. А вот звена сторонись. Голову запудрить они могут». «Какого звена?» — спросила Лера. «Ты пойдёшь в смену самым молодым и передовым звеном. Там молодёжь одна. Работают по-коммунистически и языком тоже. Максим, поставь её в другую смену. Правда, ребята работать прекратят», — сказала Ольга и рассмеялась. «В этот момент в вагон зашёл Толик. Это был среднего возраста мужчина, хмурый и некрасивый». «Толик, это к тебе», — сказал Максим. «А, принцессу подвезли», — протянул Марк Шейдер. «Толик, прекрати. Не нуди, тебе в тоннель сегодня. Через полтора часа ребята опалубкой пока занимаются», — сказала Ольга. «Опалубка — вспомогательная конструкция из дерева, металла, либо других материалов». Лера не понимала и половины того, о чём они говорят. Сразу стало страшно. Её охватило странное чувство, что это всё происходит не с ней. Дверь в вагончик снова открылась. «К вам взрывник не заходил?» Увидели все молодого парня в спецодежде. Он бросил взгляд на новенькую и приподнял бровь. «У вас пополнение?» «Олег, иди отсюда! Нет у нас взрывника. У Романова он», — сказал Николай. «Я начальника только что видел, он бегает на поверхности», — сказал парень, и снова пристально посмотрел на Леру. «У нас пересменка, дай объяснить людям, что нужно сделать, закрой дверь с той стороны». «Макс, ты не настолько красив, чтобы мне хамить. Вот Оля может, да ещё и эта новенькая девушка, как зовут?» — спросил Олег. «Лера», — ответила Оля и тихонько вытолкала Олега за дверь. «Лера, не нужны ли тебе кавалеры?» — пропел на улице Олег и удалился. «Кавалер тоже мне нашёлся. Лер, не слушай его, это у нас главный обольститель», — предупредила Оля. «Хорошо, я, кажется, уже поняла», — улыбнулась Лера. «Оля, а что мне делать?» «Толик скажет, сейчас пойдёте в тоннель, технику безопасности изучила». Весь вечер отец вчера проводил разные инструктажи. «Хорошо, смотри под ноги, куда они нужно, не лезь. Это страшно находиться вверху. Проси ребят, они ещё никому не отказывали, привыкнешь. У нас тут интересно». «Так, запоминай, опасные производственные факторы, движущиеся транспортные средства, падения, физические перегрузки, например, при переноске маркшейдерского оборудования, приборов и инструментов. Такое тоже бывает», — сказал Максим. «Да, я уже поняла, спасибо, я буду осторожна». «Удачи», — сказала Ольга и вышла. Лера осталась в вагончике вдвоём с Толиком. С улицы донеслись голоса. «Ну что, Оль, не появился?» — спросил Ольги мужской голос. «Нет пока, уже не знаю, что и думать. Может, забухали на острове? Не волнуйся так». «А я волнуюсь. Ты же знаешь его. Для него обещание, данное мне, закон. А я думаю, что всё обойдётся». Голоса удалялись, а Лера и не подозревала, что это было начало странных, трагических и мистических случаев, свидетелем которых ей предстояло стать. «Отдыхай пока, журнальчики полистай. Когда позовут, тогда и пойдём», — сказал Толик. «Кто позовёт?» «Проходчики». Лера неспешно оглядела вагончик. У окна, выходящего на Байкал, стоял небольшой стол, заваленный чертежами. В углу лежали сапоги, одежда, телогрейки, маркшейдерские инструменты и прочий хлам. На стенах висели какие-то тёплые комбинезоны и брюки, такого бардака она ещё не видела. На одном из чертежей стояла чашка с чаем, рядом валялись несколько сушек. Ничего, что чай стоит примёхненько на чертеже.